всем привет вернулись все со школы садика каролина сегодня сама у нас поехал в школу и приехала обратно на автобусе прошлый раз папа ей помог он поехал в школу ее там ждал на остановке помог ей сесть а в этот раз она уже сама так что у нас каролина теперь ездить на автобусе в школу маргарита сегодня утром с подружкой ездила мама их отвозила поэтому и привезла да я думала ты вместе с каролиной пришли на автобусе тебя отвезти сегодня в обед и забрать во сколько в 5 о нет 3 от 5 когда ты в 3 уезжаешь ты в 5 возвращаешься но если у тебя в час тридцать занятия то в 3 они заканчиваются мама что это won't stay это среда ух какие мы злые через неделю уже гипс снимать это я надеюсь они еще посмотрят они еще снимок сделают какой через 10 дней понедельник или в среду а я смотрела ночь сегодня что сегодня тридцать бой 23 23 сегодня через восемь дней давай мы тебе его разрисуем сегодня тебе его ставят на память я надеюсь мама мне вся рука воняет понюхай не хочу нюхать внутри там да ну ладно пошли мы побрызгать побрызгай это до чем-нибудь диздорантом или духами так это там внутри ты далеко ты не залезешь совсем протирай хотя салфетка просто салфеткой протирай вот это туда внутри там спотела все маркуша какую-то книжку взяла почитать интересно наверное и что это как-то переводится моя жизнь я вопросах моя жизнь всех вопросов тебе заставили плюс и плюс это правильно надо читать у тебя тоже уроки чё ты прячешься давай вылазь куда тебе нужно слова учить немецкие я вместе с максом учу вместе с максом я учу так у макса тема летняя хотя лето уже заканчивается нужно выучить вот эти вот слова давай показывай мне это что это что давай это что это а что надо сказать сначала раз дальше вот это что это лиги штук это лиги штук это лиги штук а вот это это он никак не может вот это ты запомнил да мама что надевает когда идет купаться бикини бикини а ты надеваешь когда идешь купаться что ты надеваешь вот это нужно употреблять вот эти ди до соды ты будем и побегать и потом еще позанимаемся хорошо а потом маргариту повезем ты со мной поедешь и во А сколько отвозить? В час десять. Через пятнадцать минут? Окей. Я хочу выпрямить эту дурацкую руку, но я не могу. Я хочу пах! Вот так сделается. Выпрямить. Представляешь себе какой кайф будет? Для тебя снимут. Раз и вытянула ручку. Может быть мне даже не вы... А может и не снимут? Может и даже не снимут. Оно должно зажить хорошо. Почему она дырявая? Кто дырявая? Нет. Не были? Не чешется уже? Иногда вот прямо вот здесь чешется. Я пойду Маргариту отвезу. Ты смотри не заиграйся и в школу не опоздай. Во сколько приехать? В три? Да. Окей. Окей, окей, окей. Все взяла с собой. Из-за сильного ручки. Так. Что? Как они тут? Ух ты! Опять они тут накидали. Все, убери пакет. Вернулась я домой. И сейчас у меня такое настроение, чтобы сделать перестановку. Стол хочу повернуть вот так и немножечко диван сюда сдвинуть. Поближе. И эту полку сдвинуть и телевизор сдвинуть. Так, еще я хочу купить новые стулья. То есть вот эти вот оставите. У нас есть нормальные стулья и есть стулья, которые... Так, это тоже нормальный стул? Нет, это не нормальный. Он поломался. Видите? Вот эта вот спинка, она где-то переломилась и на нем очень неудобно сидеть. Ты облокачиваешься спиной и у тебя вот так вот на бок падает. Это нормальный стул. А вот здесь вот тоже все провалилось. Я не знаю почему. Здесь вот деревяшка уже. Жесткая спинка. И вот здесь вот прям яма. Видно, видите? Вот тут прям яма. И нужно заменить, по-моему, четыре стула. Четыре стула нормальные, четыре заменить. Вот этот тоже заменить и этот заменить. Субтитры сделал DimaTorzok мне захотелось поставить стол у нас уже так стоял мы его туда-сюда меняем надоест такое положением ставим в другое положение вот и стульчики так помещаются все вместе мне кажется тоже просторно и теперь я хочу немножко сдвинуть его вот сюда в эту сторону чтоб там было попросторнее возле выхода также я хочу купить ковер вот все равно люблю я ковры муж мой смеется надо мной а я все равно люблю ковры а ему не нравятся ковры и ковры я все убрала только вот из-за вот этой вот девушки которая очень любит ходить в туалет на ковры да но я надеюсь что ты будешь хорошей девочкой и не будешь писать и какать на ковер уютнее как-то смотрится и хочу купить именно вот сюда вот какой-нибудь ковер присмотреть присматриваю я еще на разных сайтах и в икеа смотрела и еще там много разных еще я хочу купить сюда мебель тоже коврик такой небольшой еще один шкафчик под обувь потому что у нас посмотреть что творится у нас не вмещается очень много обуви тут всегда везде все переполнено поэтому либо вот сюда либо сюда купить мебель специально для обуви такие ящики выдвигаются и одну такую как бы скамеечку небольшую чтобы можно было присесть и обуться и хотелось бы зеркало сюда повесить потому что в коридоре без зеркала это конечно неудобно тут прям прекрасное место такое для большого зеркала ну вот пока вот такие вот планы присматриваю мебель коридор и сюда ковер что-то я еще а еще у меня была идея какую-то мебель сюда вот так поставить чтобы получилась такая стенка и не было видно вот этого всего компьютера то что ксюша тут играет игровое место как-то отделить сделать зону отдельную ну сюда сюда мне кажется только если поставить такую вот стенку небольшую но смотрела я в икеа там кое-что увидела но посмотрим диванчик сейчас я буду двигать ты тоже за мной ходишь смотришь коврики все равно постелю кто бы что бы не говорил хочу ковер я люблю ковер вот так вот вот Ну вот, немножечко сдвинула, а тут теперь попросторней, пошире места. Теперь я сдвинула немножко телевизор, потому что у нас как-то не посередине. Диван сдвинула, и нужно немножко телевизор сдвинуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, закончила я двигать. Немножко вот сдвинула совсем. Теперь проблема в том, что мне нужно этого робота заново отправлять, изучать территорию, потому что когда он запомнил одну карту, и когда я все начинаю передвигать, и если я передвигаю мебель, то он, получается, постоянно будет мыть по той старой карте, и сейчас нужно ее удалять, и чтобы он заново запоминал вот это все расположение мебели. Ну ладно. Пустое место остается. Это кресло, не знаю, нужно, наверное, в подвал убрать, потому что оно все равно не используется, никто не играет. Хочу еще купить подушки новые, смотря какого цвета у меня будет ковер, и потом я уже возьму подушки, чтобы цвета подходили. Ну вот, все, я закончила уборку. Нам опять нужно за Маргаритой ехать. Ты останешься или как? Или поедешь? Ну хорошо, давай. Мы сейчас быстренько. Десять минуточек, и мы приедем. Куда ты на стол лезешь, слази? Там даже... Макс, Ксюша... Ой, Маргарита ждать будет. Пойдем. Я тут рисоваю, вот так. А вы знаете по Петрову? Смотрите. Вот. А вы знаете кто Скай? Вот и Скай. Что, едете туда? Я, говорит, что-то нажала. Ну я когда ушла, я камеру ей оставила. Я говорю, хочешь, поболтай что-нибудь, поснимай. И она говорит, я взяла, хотела взять камеру и на кнопочку. Она вот тут нажала на штатив. И все, и выключилась. Потом она не знает же как включить. Маргоша уроки делает. Ты что там делаешь? Математику? Да. Угу. Угу. Так, а мы с Каролиной будем. Считать. Видите, они уже в школе, в младших классах уже учатся деньги считать. Самое главное, да? Деньги научатся считать. Угу. Давай стирай. Нормально напиши. Фирцем напиши. Аккуратненько, красиво. Да. Вот так вот может быть удобно руку держать? Думаю, не так. Вот так. Думаю, не так. Вот так. Как можно вот так вот писать? Я не пойму, вот так вот. Как писать? Я всегда так пишу, вот так вот. Да, но она вот, листок она ставит вот сюда и пишет вот так. Руку загибает. Вот так вот надо писать. А руки... Не так. Там подружка за тобой пришла. Порешали мы. Быстренько. Пять минут и готова. Маргарита еще не закончила. Сейчас сидели, решали математику. Каролину в школе изначально научили считать на пальцах. И теперь я не могу ее отучить. Вот она на пальцах считает и все. Если вот скажешь ей, Каролина, ну-ка без рук посчитай, она будет сидеть думать. Так вот они обучают деток. Обучают их считать на пальцах, а потом кто-то может быть быстро отучается, а кто-то тяжело. Вот Каролина очень тяжело ее отучить. Я уже и пыталась и, не знаю, и палочками, и карандашами я ее учила, чтобы она на карандашах считала. Она в уме вообще считать не хочет. Вообще не хочет включать мозги и считать просто в уме. На пальцах и все. Даже сидела, например, решала, сидела, думала, думала... Мама говорит, можно я на пальцах посчитаю? Ой, вот так вот. Как отучить, я не знаю. Может кто-то знает? Пошла я косить траву. И сегодня... Мне сегодня сидеть и отдыхать вообще не хочется. Я хочу что-то делать. Пошла косить траву. Все. Трава очень быстро растет. Опять нужно косить ее. Что такое? Двадцать пять квадратных сантиметров. Ой, это кубик. Да, в кубик. Сантиметры в миллилитры. Ой, да ну тебя. Решай сама. Мама, мне это на завтра. Решай сама. Я тоже не знаю. Все, я не хочу обратно в школу возвращаться. Ну решали, наверное, но я уже не помню. Ну ты же знаешь формулу. Я не знаю это. Как это ты не знаешь? Вот и смотри по таблице. Еще одну таблицу могу принести. Мне не надо ничего нести, сама делай. Вот тут тоже есть таблица. Здесь много таблиц. Я с тобой, видишь, уже сделала и было неправильно. Я теперь знаю как правильно. Мы с тобой сделали и неправильно было. Back to school. Я не хочу обратно в школу. Я это еще никогда в моей жизни не делала. И он нам это не объяснял. А как вы учитесь, если вам это не объясняют? Может быть он думает, что мы это уже проходили. Ты скажи, это мы не проходили. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Ну давай попробуем. Опять у меня голова будет болеть за твоей математики. asteroidола. Маша-пам-пам. praes. Я недавно. Парам-пам-пам. Во-вторых. Пап-пам-пам! а где вы будете кататься я ничего иди катайся пока время есть полчаса и все и домой батарейка садится батарейка садится я как-то не зарядила ни одну не другую ладно все пока холодильник холодных не чешется уже чешется нужно охладить в этот холодный хорошо